Трио сонаты В эпоху барокко трио сонаты были одним из самых востребованных жанров и исполнялись ансамблем, как правило, струнным или духовым. Их звучание дополнял фагот или виолончель. У баха один орган заменяет все необходимые инструменты, причем верхние голоса исполняются на мануалах, ручных клавиатурах, а нижние на педалях для ног. Есть такое мнение, что эти сонаты были созданы не только для органа, но и для клавесина с педалью, и клавикорда с педалью. Самое главное — это иметь опыт игры этих произведений на других инструментах. И так как у меня есть этот опыт, я играл и на клавикорде, и на клавесине, я пытаюсь передать все нюансы звучания через орган и ощущение живой музыки. Бенджамин Аллар хорошо известен петербургской публике. На этот раз органист из Франции впервые исполнил весь цикл из шести трио-сонат Баха. Музыкант тщательно продумал последовательность исполнения, и в этом есть особый смысл. Цикл трио-сонат был написан Бахом под номерами. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Но он никогда не думал, что это будет исполняться в одном концерте именно в этом порядке, учитывая индивидуальность каждой концертной программы. Поэтому очень важно придумать и почувствовать свою последовательность, сделать для публики путешествие, чтобы перетекал характер из одной сонаты в другую. Для меня объединяющим стали первая и пятая соната, потому что они как маленький концерт. Я открыл для себя в этом логику понимания, чтобы создать для публики разные характеры и разные звучания. Когда мы приходим к органу, мы знаем, что каждый орган индивидуален. И когда ты начинаешь общаться с инструментом, важно понимать, чего хочешь ты и что хочет орган. Ведь самое главное — найти нужные краски, оттенки звучания. 80% работы — это как раз поиск нужных регистров. В зависимости от трио сонаты мы можем услышать флейту, блок-флейту, конечно же скрипку, иногда две. Иногда виолу да гамба, которая звучит несколько ниже, иногда альт, время от времени виоль да мур и габой. Важно быть технически достаточно свободным от партитуры, чтобы иметь возможность выбирать на месте звук, который будет использован при общении с конкретным органом. Конечно, с учетом акустики, чтобы создавать камерную версию. На мой взгляд, важно не просто пытаться играть на органе, а вести с ним заинтересованный диалог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый раз открываешь что-то новое, тем более в таком живом инструменте, как этот. В этот раз я для себя открыл регистр «Дульциан 16 футов», который использовал в предпоследней части последней сонаты. И мне пришла идея за час до концерта, как можно изменить регистровку. Я прибежал прямо перед концертом и изменил. Это потрясающая вещь, и она меня очень поразила. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ